Здравствуйте, дорогие девушки, меня зовут Жанна Санжак, я визажист, я работаю визажистом уже 25 лет. Я знаю, что до сих пор многие девушки умываются мылом. Для меня это очень удивительно, потому что на сегодняшний день есть такой большой выбор различных средств для очищения кожи, которые позволяют сохранить нашу кожу в хорошем состоянии. Что это значит? Но многие думают, ну что такого? Вот я взяла мыло, умылась, и у меня сразу и поры становятся меньше, и кожа такая прямо подтянутая. Я вам хочу сказать, что это иллюзия. И эта иллюзия сохраняется, может быть, на около недели, а потом получится абсолютно обратный эффект. Дело в том, что мыло имеет такой состав, который очень агрессивно воздействует на нашу кожу. И после первого применения, я думаю, что вы особо это даже не увидите, и возможно вам даже понравится. Но нужно понимать, что у нас у всех разная кожа. Есть кожа склонная к жирности, к высыпаниям, есть кожа нормальная, есть кожа сухая. И у кого жирная кожа, если вы будете умываться мылом, я уверена, это как раз те девушки, которые в первую очередь и пишут, что вот, я начала умываться мылом, у меня сразу кожа стала лучше. Возможно, до этого вы ее неправильно очищали, и когда вы используете на жирную кожу такое агрессивное средство, то действительно жирность уходит, и поры как будто бы подтягиваются. А дело в том, что здесь есть такая некая иллюзия за счет того, что кожа после очищения мылом, она подвергается такому агрессивной такой полировке, что за счет этого действительно есть вот это ощущение натянутости и отсутствие блеска. Круто! Но при этом кожа, она очень здорово сохнет. То есть там такие агрессивные павы, которые на кожу влияют таким образом, что смывают с нашей кожи все полезные бактерии. Что значит полезные бактерии? Вот вы, например, купили достаточно дорогой хороший крем, но при этом, если вы умываетесь мылом, ваш крем не подействует, и вы потратите просто деньги. Нужно понимать, для того, чтобы крем подействовал на вашей коже, нужно создать благоприятную среду. Так вот мыло это не делает. Более того, если у вас кожа нормальная или сухая, у вас сначала будет эффект натянутости, это буквально один-два дня, а потом будет обратный эффект. То есть у вас кожа станет более сухой, более морщинистой, потом она станет шелушиться, затем она будет чувствительная, реактивная и будет воспринимать любое средство как агрессию, соответственно, будет происходить воспаление на лице. Поэтому, кто говорит, моя бабушка умывалась и было все замечательно, это все ерунда, не было замечательно. Знакомьтесь, это крем-сыворотка Жак Скин. Это сыворотка, которая дает как раз эффект мгновенный. И в то же время, вот через месяц вы увидите, насколько меняется ваша кожа и лица, и шея. Вот этот эффект лифтинга, который мы все ждем, он становится очень даже ощутимый. Сыворотка состоит из трех компонентов. Каждый из них проверен и выполняет свою важную функцию. Первый это U-Active PC, это трипептид. Его в составе сыворотки 5%, ровно столько, чтобы разгладить нашу кожу, убрать морщины и сделать ее более эластичной. Молекула U-Active самая маленькая из всех похожих ингредиентов, поэтому она попадает в глубину кожи при нанесении. Наши технологи адаптировали ее к средней полосе, климату, количеству солнца. И кожа под воздействием этого ингредиента начинает активно вырабатывать свой собственный коллаген. Масло ШИ, это второй компонент, это самый похожий компонент на липиды кожи. Масло ШИ увлажняет, усиливает защитные функции. Вы добавили 3% в состав, потому что именно такое количество показало результат в группе тестирования. Следующий компонент это U-Ferment, это пробиотик. Его в составе 1,5%. Это иммунитет кожи, естественная помощь, которая просто необходима для здоровья. Пробиотик в нашей сыворотке за 4 недели регулярного применения полностью восстанавливает здоровый баланс микроорганизмов кожи. Когда начнете использовать, через 2-3 дня вы увидите, насколько у вас улучшается уже состояние кожи. Цвет лица становится более ровный, как будто бы есть чуть-чуть тональный крем. Усиливается тургер кожи, подтяжка, соответственно, благодаря этому. Через 4 недели вы увидите ощутимый, стойкий результат лифтинга. И это будет просто потрясающий эффект. Поэтому, как только вы начнете использовать, уже будет хороший результат. Ну и плюс, как я и говорила, очень важный момент, чтобы сохраниться он на длительный апреля. Я помню свою бабушку. Она была у меня замечательная, на мой взгляд, красивая. И она не ухаживала за кожей. И так как это родной, близкий, любимый человек, у нас образ этого человека воспринимается всегда, что она была просто какой-то невероятной. У кого есть такой опыт с бабушками. Вот люблю, не могу. И поэтому, какая бы она ни была, мы воспринимаем, что вот она пользовалась... У меня бабушка втирала масло в кутикулу, потому что очень сухая была кутикула. Но таким образом она еще больше ее сушила. Потому что, когда втираешь, смягчается вроде как бы иллюзия, что все хорошо, а потом становится более твердой. И я помню ее вот эти вот сухие руки, которые, с одной стороны, да, есть как бы любовь к этим рукам, а с другой стороны, я помню ее шершавые сухие руки. Поэтому на тот момент, когда не было таких средств, использовали то, что было под рукой. И хорошо, что у некоторых было мыло, если вспомнить, некоторые вообще не имели такого богатства, как мыло, если мы вспомним наших там прабабушек. Поэтому, дорогие девушки, говорить о том, что раньше пользовались и было замечательно, не было замечательно. Это иллюзия. Вот сейчас, когда ученые разрабатывают такие замечательные средства, которые изучают кожу, которые понимают, как ее сохранить молодой и красивой. Поэтому, можно ли очистить макияж мылом? Можно, да, действительно, кожа будет чистая. Но при этом мы не сохраняем ее в хорошем состоянии. А наоборот, мы таким образом увеличиваем семимильными шагами процесс старения. Соответственно, если вы хотите в старше 50 выглядеть хорошо, перестаньте умываться мылом. Для вас придуманы миллион средств. И они придуманы как раз для разного состояния кожи. И чтобы каждая, с каждой своей задачей нашла в магазине то средство, которое идеально будет очищать вашу кожу и сохранять ее в хорошем состоянии. Хорошее состояние – это, соответственно, сохранить вот этот микробиом кожи, благодаря которому те средства дорогие, которые вы покупаете для лица, будут очень хорошо работать, то есть давать омолаживающий эффект. Соответственно, надо определить свой тип кожи. Если вам за 50, чаще всего, даже если она была у вас нормальная, она становится больше сухая. Это нормальный процесс старения. Поэтому, скорее всего, вам нужно выбрать средства для нормальной кожи, а, возможно, для сухой и чувствительной кожи. И только такими средствами очищать кожу. Поверьте, после недели, даже после 2-3 дней использования такого средства, ваша кожа скажет спасибо. Она будет выглядеть намного лучше. Таким образом, мы продлеваем ее в хорошее состояние или даже улучшаем.